Добрый день дорогие зрители! Сегодня мы поговорим про обертоны. Что это вообще такое? Возьмем такой вот график, на одной оси которого отложена амплитуда или громкость децибелов, а на другой частота в герцах. Это графическая запись ноты до 128 герц и звуковой спектр этой ноты, то есть так называемая спектрограмма. Мы видим, что на спектрограмме имеется основной тон, вот эта самая большая линия, но помимо этого есть еще много других тонов, так называемые призвуки. Это и есть обертоны, то есть другими словами это тембр. Что такое обертоны? Это тембр. Теперь посмотрим на эту, на другую немного спектрограмму. На нижней части мы ее видим запись человеческого голоса, а на верхней это спектрограмма человеческого пения. Чем отличается вообще голос и разговор от пения? То, что в пении присутствует ярко выраженный основной тон. То есть пение, оно вообще характеризуется резким усилением определенных гармонических обертонов, основного тона, а не целой пласты и частот, как в обычном разговорном голосе. Это достигается большой жесткостью стенок резонаторов голосового аппарата, которые как раз вырабатываются певцами и тренируются ими. Рассмотрим еще одну спектрограмму. Раз, два, три, четыре рисунка. Это изменение спектра при вибрации. То есть вибрация заключается в изменении частоты колебаний и тембра колебаний. Мы видим, что со временем при вибрации тембр он меняется, то есть меняется основной выделенный тон. Вообще любой звук характеризуется целым спектром частот, любым, то есть, как сказать, шумом. То есть нет определенной какой-то там, скажем, выделенной частоты. Обычно присутствуют какие-то там еще другие частоты, которые называются обертонами. Собственно, все это вместе и есть так называемый тембр звука. Вообще тембр это как раз есть та причина, почему, допустим, одна и та же нота, сыгранная на пианино, скрипке, либо гармошке, они звучат совсем по-разному, а не одинаково. Например, мы можем открыть в простейшей программе Adobe Audition спектрограмму воспроизводимого файла. Мы видим, как изменяется тембр или различные частоты в зависимости от основного тона. На данных диаграммах показана спектрограмма звучания язычка в зависимости от расстояния между язычком и рамкой. Мы видим, что чем меньше расстояние, тем больше обертонов и громче звук. Чем меньше расстояние, тем меньше обертонов и немного тише звук, примерно на 10 децепт. На данном рисунке мы тоже видим спектрограмму. На верхней картинке при зазоре между язычком и рамкой 0,4 мм, на нижней в 0,8 мм. Собственно, почти такая же картина наблюдается при изменении жесткости язычков. То есть, чем язычок жестче, тем у него менее обертонов и более ярко выраженный основной тон. Например, более жесткие язычки это стальные, как на зайделе, а более мягкие это медные и латунные, как на хонор. Но самый главный вопрос в этом всем, это в том, что хорошо ли много обертонов или плохо. Если, допустим, у нас имеется один ярко выраженный звук, то это без обертонов, да? То это, по сути, есть какая-то там пищалка типа миди. Если у нас много обертонов и они там почти равны по спектру, то это, к большому счету, называется просто... То есть, одним словом, миди или просто пищалка, она характеризуется одной ярко выраженной частотой. А шум какой-либо, он вообще характеризуется целым спектром, широким спектром ярко выраженных частот. Таким образом, я могу сказать, что как бы мало обертонов это плохо, много обертонов это тоже плохо. Их должно быть, скажем так, умеренно. То есть, гармошка должна звучать именно как гармошка. Добиться изменения тембра и обертонов на губной гармошке мы можем кастомайзингом, например, изменением зазора между язычком и платой, а также гэппингом, тренировать горловой аппарат, дыханием и также от язычков. Одним словом, умеренность нужна во всем. Кстати, если посмотреть вот на эту формулу в справочнике, то мы увидим, что частота околебания язычка зависит от его геометрических размеров, то есть высота язычка, делённая на его длину в квадрате, и также от модуля упругости, то есть модуль упругости, делённая на плотность материала. Также от модуля упругости зависит и обертоны самого звука. Если с геометрическими размерами, с высотой язычка и его длиной мы поделать ничего не можем, потому что в гармошке они сделаны на заводе, то и, кстати, с плотностью тоже мы ничего не сделаем, потому что у одного материала будет постоянная плотность, но мы можем изменить, попробовать модуль упругости, у меди, например. Это делается закалкой. Для того, чтобы закалить медь и повысить модуль упругости, нам нужно нагреть медленную медную пластину с язычками до температуры приблизительно 500-600 градусов, и в течение суток медленно отстудить в какой-нибудь специальной закалочной печи. При этом изменится частота звука, судя по этой формуле. Интересно, целесообразен ли будет такой эксперимент? И не, повылетают ли заклёпки при нагревании платы с язычками. Заклёпки-то они стальные, а плата она всё же медная, язычки латунные.